Всем привет! Вы на канале Сергей Гончаренко и в сегодняшнем видеоролике я бы хотел с вами поговорить о смартфоне Poco X3 Pro, а именно о звуке разговорного динамика, о громкости, о слышимости разговорного динамика и сравнить его, конечно же, с Poco X3. И если вы помните, в обзоре Poco X3, или точнее в проблемах, или в особенностях Poco X3, было то, что очень громкий разговорный динамик. Мало того, что он громкий, его можно было сделать тише, но там еще был один нюанс, то, что при разговоре слышно вашего собеседника всем тем, кто находится рядом возле вас. А это, естественно, плохо. Если вы говорите о чем-то, чего не хотели, чтобы слышали окружающие, то в Poco X3 это было очень-очень тяжело. Нужно было прикручивать громкость на минимум, и тогда, может быть, никто не будет слышать. Ну, и вам, естественно, становится хуже слышно. Вот есть такой вот нюанс, минус и особенность конструкции этого смартфона и расположения динамиков. И в обоих смартфонах здесь два динамика. Один снизу и второй сверху. Вот они. И благодаря этой особенности, этой конструкции, получается, что звук выходит как из отверстия для разговорного динамика, так и ровно из полифонического или громкого динамика, который еще используется для музыки. Poco X3 Pro. Минимальный уровень громкости. Слушаем. Poco X3 Pro. Минимальный уровень громкости. Та же связь, та же речь, тот же вызов. Слушаем. Акции, бонусы, тазнышки, лише для вас. Натиснись один. Парикуй, далее. Два. Прослухать еще раз. Натиснись дирочку. Тот же вызов, только центр, можно сказать, 50% громкости. Poco X3 Pro. Слушаем. Poco X3. Тот же вызов. 50% громкости. Парикуй, бонусы, тазнышки, лише для вас. Натиснись один. Парикуй, далее. Два. Прослухать еще раз. Натиснись дирочку. Poco X3 Pro. И максимальный уровень громкости. Тот же вызов. По Poco X3. Тот же вызов. И максимальная громкость. Слушаем теперь здесь. Я, конечно, не знаю, настолько хорошо это было сейчас слышно на микрофон камеры, но в целом от себя хочу сказать, что громкость здесь практически идентичная, и слышимость внешнему миру, и всем вокруг стоящим, сидящим, находящимся возле вас примерно одинаковая. То есть здесь, можно сказать, ничего не изменилось. Громкость на минимальном уровне одинаковая, громкость на среднем уровне на 50% одинаковая, и громкость на максимальном уровне в Poco X3 Pro еще громче, нежели в Poco X3. Так что, ну вот, если вы плохо слышите, то, наверное, Poco X3 Pro будет даже лучший вариант. Потому что на максимальной громкости на 100% такое впечатление, как вроде бы вы разговариваете уже через громкую связь. Очень-очень хорошо слышно, даже в пределах одной комнаты это однозначно. По практике скажу так, что я использую зачастую где-то процентов около 30% по громкости на Poco X3 NFC. Ну и в большинстве случаев, я думаю, я бы использовал и в Poco X3 Pro такой же уровень по громкости. Это, можно сказать, баланс, при котором вы слышите еще нормально, но все, кто находится вокруг вас, слышат либо плохо, либо минимально, настолько это возможно. То есть, реально это тот баланс, при котором можно пользоваться смартфоном в режиме разговоров. Так что, по-прежнему очень хорошо слышно и вам, и всем, кто находится вокруг вас. Так что, по-прежнему очень хорошо слышно.